Итак, господа, это трехранную поединок в полусредней низовой категории, представляю вам оппонентов. Спортсмен в синем углу. Ему 21 год, рост 182 сантиметра, профессиональный рекорд 4 победы. Одно поражение. Официальный вес спортсмена 77,2 килограмма. Он представляет республику Северной Осетии, Алания, город Моздок. В синем углу Герман Кокаринец! И его соперник в красном углу. Ему 25 лет, рост 186 сантиметров, профессиональный рекорд 5 побед, одно поражение. Официальный вес спортсмена 77 килограммов ровно. У обеих спортсменов базовый спорта это ММА. Спортсмен в красном углу представляет город Грозный, Чеченская республика. Приветствуйте Баяли Шаипов! Ну так вот, в последних трех боях Баяли Шаипов один раз проиграл. Случилось это в апреле 2018 года в поединке против Александра Мережко. В первом же раунде с Амбишином. Ну а в крайнем бою на турнире Ягиблс 10 победил он Нурмухамеда Бесланеева во втором раунде. И так же с Амбишином. Итого его профессиональный рекорд 5-1. Здорово так с ударов ногами корпуса начал Герман. Какаев, однако, тем самым вроде как разбудил Баяли Шаипова. И Лев встретил Шаипов соперника. Подбирается он на удар. Ну так, дает разгореться поединку, видимо. Чувствуется, подбирается на удар руками Баяли Шаипов. Смещается в сторону. Хорошо, интересно, Герман Какаев. Хороший двойка от Шаипова. Еще добавляет смелый. Чувствует оба себя хорошо в ударной технике. Больше заряжены. Акцентированные такие удары Баяли. Очень тяжелые смелые попадания. Из раза в раз Баяли проходит удары эти. Ну, видно, что Герман тоже, мягко говоря, не чувствует ударной техники. Отлично себя в ней чувствует. Однако вот смещений вот этих оказывается ему недостаточно. Попытка перевода со стороны Баяли Шаипова. Всегда интересно было, считают ли тейкдауны, проведенные без фиксации судей или нет. Надо бы как-нибудь уточнить этот вопрос. Потому что такой сбив вроде бы не обязательно. А если человек прогибом через себя кинул и не удержал, ладно. В общем, надо, конечно, зайти в судейский корпус, проконфликтироваться. Тайский клинч. Видимо, для попытки ударов коленями. Тайцы развернутся. Шаипов пока что... Ну, не сказать, что там много сил к этому прикладывать. Хорошо сейчас попадает по краю. Обратите внимание, он постоянно смещается. То вправо, то влево. Серьезная двояка, Шаипова тоже прошла. Баяли вроде бы работает более так откровенно, да, в коридоре. Никуда не двигается ногами, кроме как вперед. Но при этом его действий, оказывается, достаточно. Ну и сейчас попытка залезть в маут. Ну, вот на ногу уже сел. Однако, обратите внимание, насколько здорово встает Герман Какаев. Ты представляешь, как развернулся локтем с разворотом. Оооо, и вот если колено не прошло никуда, то локоть-то зашел отлично. Да, и казалось, даже пошатнуло, боялись, а и было этот удар. По крайней мере, почувствовался удар точным. Еще один раз. Ооо, если... Еще локоть разворота. Почувствовала брешь. Именно в этой части. Да, в оттене пока зашло почти все со стороны Германа Какаева. Но очень жесткий, конечно, очень-таки плетный удар у Баяли Шаипова. Интересно получается, что на дальней дистанции вроде как передвигается лучше Герман Какаев. Как только смещается на среднюю, сразу в крыш не становится Баяли. А на ближней вот этой работе локтями, да, снова становится интереснее у Германа Какаева. Ну, опять же, тоже все это очень условно. Не надо так серьезно понимать. Следующим же этапом, соответственно, ударной техники из грязного бокса, то есть уже из клинча, снова успешнее становится Бай Али. Вот такая интересная лесенка. Хорошо, сейчас плохо зашло. Хотите внимание головой, как хорошо работает, отжимает чеченский спортсмен. Развернет. Да, развернул Герман Какаев, развернул. 25 секунд, в принципе, можно и перевод попробовать, и все на свете. Да, интересный, интересный раунд. Желательно было, конечно, не моргать. Все время очень много в чем успели себя проявить спортсмены. Хорошие жесткие удары Байли Шайфова. Классные перемещения из стороны в сторону, и локти со стороны Герман Какаева. Переводы Байли Шайфова. В общем, смотреть было на что. Молодцы. 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 Раунд два. Снова практически сразу начинает работать ногами Генна Какаев. Колено. Ну, как только он застаивается прямо напротив Байли Шарипова, начинает пропускать удары. Взял корпус Байли. Возможно, будет перевод. О, как интересно. Подхват. И в итоге за спиной оказался Байли Шарипов. Оба интересности я показали в этом эпизоде. Ну, в принципе, давить, стучать, давить, стучать. Наверное, будет пробовать еще переводить Байли. А вот так сворачивает. Сворачивает под себя. Таким не то бедром, не то подхватом. Тоже специфический прием именно из смешно-хильного. Сверху накрывает Шарипов соперника. Что дальше? Взлокать на скользь. Интересно, что это... Ну, это хорошая классическая работа. Торпус голова. Да, это вот первая такая позиция, в которой, видимо, даже не знаю, как это сказать. Сразу вставал до этого Герман Какаев. Сейчас он решил здесь... Ну, не то, что решил, он здесь задерживается. Такой интересный симптом поединка. Тяжелый удар от Шарипова. В том числе и локти. В первом раунде мы видели, как у Германа Какаева все заходило. Когда он выбрасывал локти. Сейчас Шарипов. Ну и вот теоретически, что здесь и свипы пробовать, и приемы, и все что угодно. Было бы пространство, были бы силы. Вот появилось пространство силы. Вопрос. Ну, вот там подкрутиться бы еще, было бы хорошо на рычаг гулке. Попытка пробить ногу в голову снизу. Ну, а что, мы знаем успешные варианты. Так, а вот сейчас может выйти, нет? Да. В принципе, тут вполне себе рабочая для выхода позиция. Вышел. Вышел Герман Какаев. И развернул даже к сетке соперника Герман Какаев. Да. Ну, развернул это еще не перевод. Здесь, если найти какой-то… Ну, это контроль. Да, да, контроль, безусловно. Найти бы какой-то либо захват получше, либо вариант для того, чтобы пробить с рук или ног. Несколько раз он пытался отсюда закидывать уже в этом поединке и частично успешно локоть с разворота. Очень здорово работает обратить внимание Байли Шаипов. Так он головой, как волнорезом волну, да, рассекает атаку Германа Какаева. Раздергивает. Идет вперед Байли Шаипов. О, такие хорошие удары в корпус. Еще один. Видел хик от Какаева. И хорошо попадание от Шаипова. Еще раз снова заряжает. Заряжен он свои вот эти плотные жесткие удары руками. Ну, а что, если они идут, если попадают и по корпусу хорошо отработал, и в голову также. И 40 секунд до конца раунда. Конечно, нету пока развития у этой позиции. Сейчас попытка прихватить ноги, тоже вопрос на усталость на сколько получится. не получилось, развернулись. Сработал с локти герман. Пауза. Распроется по углам спортсмены. Интересно, мне вот сейчас симпатично, как работает угол Герман Кокаева. Первое, что они сделали, они обернули его в полотенце, простыню я отсюда не вижу. Если полотенце, то большое. Очевидно, мокрое для того, чтобы тело немножко остыло. Такая замена льда, которую обычно кладут на шею и на грудь. Интересно, что они стали работать с руками, страссывать руки. Ну, или как-то так, не сильно. Сосредоточились больше на том, что надо что-то правильно посоветовать. В принципе, всю эту минуту практически были какие-то ключевые указания. Насколько они скажутся сейчас на ходе поединка. Ну, посмотрим. Что-то обронили секунданты красного угла. Ну, это уже брали из ринга, из клетки. И вот он раунд под номером три. Миддлкики сразу слева добавляет Герман. Как Каев. И сейчас посмотрите, как Шаипов ногами атакует. Вот пока все в молоко. Ну, при этом показывает, что не только руками умеет работать Байолин. Ну, Каев очень хорошо режет углы. Да. Да, да. Постоянно смещается. Однако все равно получается его немножко поджать к сетке. И у сетки становится не так эффективен. ANS�ais. Здорово, жесткая очень работа. Практически нет проходных ударов. Постоянно работает желными, такими акцентированными ударами спортсмены. получите перевода действительно есть позиции к этому похожи на переводу и сейчас модным стало приподнимать и подцеплять под себя зацепом здесь не получилось но было близко защищается баяли пока успешно неужели переводы советовали делать герману какая в принципе возможно почему нет так вот до снова попытка поднять мне это распустился захват попытка подцепить ногу там немножко коленом сзади пока без результата постучать коленом одним другим да вполне себе что даст ли это достаточный результат для желаемого и все равно вот думал сейчас будут заходить на удары не пробовать его перевести герман какая защищается пока успешно боялия шайпов и ничего кстати особенного такого не делает достаточно простая защита просто видимо физически позволяет физика позволяет ему физические данные защищаться и вот чувство чувство вот это момента до спортивная никакой сложно защиту он здесь не применяет просто контролирует восходящие работают по ногам герман какая на выходе пробовал сработать коленом баяли шайку хорошо кстати сейчас получилось лево боковой правый прямой непонятно то ли подсечку за строго сделать или еще что-то ну и неважно в итоге все равно все пришло сюда в стене где пока переводов не получилось а зато вот смотрите аши взял удушающий захват не очень опасно сейчас может получиться потому что все заснул несколько нет нет он скрутился он скрутился несколько уже сегодня спортсменов пытались сделать этот прием ни у кого не получилось ближе всех был баяли шайку перетерпел сейчас герман герман покаев и большой молодец он да это он еще и вышел из этой ситуации это кстати выучка в числе прочего вот самый такой вариант когда уже совсем хорошо плотно тебе забрали шею развернуться лицом вверх так иногда делают и да ты отдаешь позицию но ты можешь дышать и дальше ты будешь бороться именно так поступил здорово это говорит о его высоком уровне техники понимания ситуации однако к победе это его все равно не приводит успешная защита это не то же самое что победа возможно он выиграл этот раунд я не буду этого встречать это возможно хотя и тут надо считать тут надо судьей быть однозначно я сказать не смогу но в целом наверное все таки в этом поединке баяли шарипов был успешнее и так решать поединок видимо ваше мнение разделяет и зрители немногочисленные ну это в основном все таки участники секунданты да после боя которых прошло уже на данный момент 22 загнать спортсменов обратно в раздевалку довольно трудно 23 да да ну вот сейчас у нас с вами 23 только что закончился будет его вердикт так поединок герман какая поэли шарипов артем анчуков уже готов к бойцы на середину объявить победителя уважаемые поклонники смешанные боевики на брус в этом бейдинге по итогам трех раундов единогласным решением судей одержал победу бояли шарипов без суппризов Хорошая жесткая работа руками.